Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня 894-й день войны, понедельник, 5 августа. Главные темы. Генштаб Украины сообщает об ударах по российской подлодке в оккупированном Крыму и по военному аэродрому «Морозовск». Здесь арифметика очень простая. Чем больше машин, тем лучше. Истребители F-16 уже в Украине. Как они изменят ход войны? Переходное правительство Республики Мали подчеркивает, что действия, предпринимаемые украинскими властями, нарушают суверенитет Мали. Республика Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвиняя Киев в недавнем разгроме малейской армии и ЧВК «Вагнер». Эмоции хорошие, очень трудно передаются. Иногда до слез, иногда до мурашек. Золотой уикенд, серебряный понедельник. Как в Украине воспринимают победы спортсменов? Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Двое раненых и много разрушений. Российские военные вечером 4 августа и ночью 5 августа атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате двое мирных жителей получили ранения. Повреждены 8 жилых домов, кафе, торговый павильон, линии электропередачи, гаражи и автомобили. В результате российских обстрелов Донецкой области 4 августа погиб один человек в Гродовке и еще трое в области получили ранения. Город Украинск армия России атаковала из реактивной системы залпового огня «Смерч» и артиллерии. Ранения получил мирный житель. Также россияне повредили 6 домов, административное здание и нежилое помещение. Один человек получил ранения в результате российских обстрелов Херсона утром 5 августа. Если говорить о ситуации на фронте, за минувшие сутки украинские военные отражали атаки российской армии на 11 направлениях. Больше всего штурмов зафиксировано на Покровском направлении. Там произошло 124 боестолкновения. Кстати, именно из населенных пунктов Покровского и Краматорского районов Донецкой области в связи с ростом уровня опасности принудительно эвакуируют детей. Об этом сообщили сегодня в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Детей будут эвакуировать в безопасные районы вместе с их родителями или другими законными представителями. Контрразведка службы безопасности Украины сегодня сообщила о том, что ей удалось нейтрализовать масштабную агентурную сеть российской ФСБ, которая готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары по шести регионам Украины. По данным следствия, в марте этого года представители ФСБ России создал специальный чат-бот в мессенджере Telegram для проведения подрывной деятельности против Украины. В течение нескольких месяцев к нему добровольно присоединились девять человек из Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Одесской, Днепропетровской и Черниговской областей. Завербованные, по данным контрразведки СБУ, согласились предоставлять сотруднику российской спецслужбы информацию военного характера, в частности об объектах временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины. В минувшие выходные Генштаб Украины сообщил о нанесении ударов по российской подводной лодке класса Кило в оккупированном Крыму, а также об ударе по российскому аэродрому. О том, что известно, расскажет Алексей Горбачев. 4 августа проект «Радио Свобода схемы» опубликовал спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки украинских беспилотников на военный аэродром «Морозовск» в Ростовской области. Данные космической разведки свидетельствуют, в результате поражения аэродрома уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками рядом с бортами, зафиксированы в воронке от взрывов. Кроме того, получили четко заметные из космоса повреждения четыре технических здания и два ангара на авиабазе «Морозовск». На снимках также можно увидеть, что от повторной детонации выгорели большие участки земли. Главное управление разведки Украины сообщает, что в результате атаки был полностью уничтожен склад российского авиационного вооружения. Напомню, ранее в выходные украинские силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских военных в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Украинские атаки на российские военные объекты участились в конце июля. Это происходит на фоне давления Украины на союзников, чтобы те разрешили Киеву использовать ракеты дальнего радиуса действия. Алексей Горбачев об украинских ударах по российскому аэродрому «Морозовск». Как могут изменить ход войны только что прибывшие в Украину истребители F-16? Накануне президент страны Владимир Зеленский подтвердил, что Украина уже получила первые самолеты и поблагодарил партнеров. У нас были сотни встреч и переговоров для укрепления возможностей нашей авиации, для укрепления возможностей нашей системы ПВО, наших оборонных сил. Мы часто слышали в ответ, это невозможно. Но мы все равно сделали нашу амбицию, нашу оборонную потребность возможной. Теперь это реальность, реальность в нашем небе. F-16 находится в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский. По информации издания «Экономист», до конца года Украина получит еще 20 истребителей. Остальные, почти полсотни самолетов, будут поставлять партиями уже в следующем году. Комментарий украинского военного обозревателя Дениса Поповича. Истребители F-16, которые были переданы международными партнерами в распоряжении вооруженных сил Украины, официально были представлены 4 августа, как раз ко дню воздушных сил Украины. Но, очевидно, это было как раз приурочено к празднованию этого дня. По открытым источникам мы можем судить о том, что было передано от 6 до 10 машин. То есть это количество слишком мало для того, чтобы оказать какое-либо серьезное влияние на ход войны в целом. Однако они могли бы помочь вооруженным силам Украины держать оборону на определенных участках фронта. Например, на очень напряженном Покровском участке фронта, где противник активно использует собственную авиацию. Здесь арифметика очень простая. Чем больше машин, тем лучше. Тем плотнее они могут использоваться в системе противовоздушной обороны. Тем активнее они могут принимать участие в оборонительных действиях украинской армии. И тем больше участок фронта не смогут захватывать. Украинский военный обозреватель Денис Попович о том, как истребители F-16 могут изменить ход войны. Добавлю, Запад продолжает поставлять Киеву не только военную помощь. Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна получила почти 4 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Эти средства помогут в финансировании таких приоритетных расходов бюджета, как зарплаты учителей, медиков и спасателей. Социальное пособие, уточнил Шмыгаль. Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в этом году. В целом Украина в этом году получит от США 7 миллиардов 800 миллионов долларов прямой бюджетной помощи. Республика Мали объявила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной. Это связано с тем, что Киев якобы оказал поддержку повстанцам Туарегам, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК Вагнер. Переходное правительство Мали обвиняет Украину в поддержке терроризма в Африке, нарушении суверенитета страны и агрессии в отношении Мали. Вот что заявил пресс-секретарь правительства страны Абдулмае Майга. Переходное правительство Республики Мали с глубоким изумлением узнало о подрывных замечаниях, посредством которых господин Андрей Юсов, представитель военной разведки Украины, признал причастность Украины к трусливому нападению на малийские силы оборонной безопасности в Тинзаватене, а также нанесение ущерба имуществу. Эти обвинения чрезвычайно серьезны. Они не были не опровергнуты, не осуждены украинскими властями, что явно свидетельствует об официальной поддержке украинским правительством терроризма в Африке, Сахеле и, в частности, в Мали. После тщательного изучения ситуации, Переходное правительство Республики Мали подчеркивает, что действия, предпринимаемые украинскими властями, нарушают суверенитет Мали. Выходят за рамки иностранного вмешательства, которое уже само по себе достойно порицания, и представляют собой явную агрессию против Мали и поддержку международного терроризма посредством вопиющего нарушения международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций. Пресс-секретарь правительства страны Абдулмае Майга. О разгроме малийских военных и наемников ЧВК Вагнер, а также о том, есть ли в случившемся украинский след, напомнит обозреватель голоса Америки Мэтью Купфер. В конце июля в боях против сепаратистов на севере Мали Вагнер понес значительные потери. По сообщениям журналистов и также телеграм-каналов, связанных с Вагнером, в бою погибли от нескольких десятков до 80 или даже 100 наемников. Представители сепаратистского движения Туарегов, требующего создания независимого государства Азавад, заявилось, что они убили по меньшей мере 84 российских наемников ЧВК Вагнер и 47 малийских военнослужащих. После поражения Вагнера в Мали, представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире украинского телевидения, что Туареги от Украины, мол, получили необходимую информацию, и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников. Также англоязычное украинское издание «Киевпост» опубликовало фотографию, на которой Туареги позируют с украинским флагом. Позже выяснилось, что фотография была снята за полтора месяца до боев на севере Мали. Независимое российское издание «Важные истории» пришло к выводу, что украинский флаг был добавлен к ней искусственно. Непонятно, поддержала ли Украина на самом деле туарегских сепаратистов в каком-нибудь значительном смысле. В комьюнике малыйская хунта заявила, что соглашается с оценкой России о, мол, неонацистском, злодейском характере украинских властей. Обозреватель «Голоса Америки» Мэтью Купфер. Добавлю, в Верховной Раде Украины уже заявили, что разрыв дипломатических отношений с Мали не будет иметь серьезных последствий для Киева и не отразится на его отношениях со странами глобального юга. Украинский МИД, в свою очередь, назвал решение Малийской хунты разорвать отношения с Украиной недальновидным и поспешным. Евродепутаты просят пересмотреть членство Венгрии в шенгенской зоне после решения Будапешта о смягчении визового режима для россиян и белорусов. Соответствующее письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен подписали 67 европарламентариев. Об этом сообщает издание «Европейская правда», в распоряжении которой оказалось само письмо. Его инициаторами стали литовский евродепутат Петрос Ауштрявичус и евродепутат из Чехии Дануша Нерудова. Цитата из послания. «Премьер-министр Орбан, очевидно, все больше и больше испытывает терпение ЕС. В этом месяце венгерское правительство продлило свою иммиграционную программу национальной карты, позволяющей въезжать из Белоруссии и России на венгерскую территорию. Владелец такой карты имеет право работать в Венгрии без разрешения службы безопасности и может привозить в страну свою семью». Депутаты назвали это решение Орбана безответственным. По их мнению, оно представляет значительную угрозу безопасности для всех стран-членов ЕС и их граждан. Еще один представитель Литвы, министр иностранных дел этой балтийской страны Габриэлюс Ландсбергис высказался по горячей теме санкций в отношении простых россиян. После пресс-конференции с освобожденными российскими политзаключенными, на которой и была поднята эта тема, Ландсбергис выразил не согласия с тем, что простые русские не должны страдать от западных санкций. Серию сообщений на эту тему министр опубликовал в соцсети «Экс» бывший твиттер. «Я слышу о невиновности обычных россиян, но потом вижу, что обычные россияне убивают обычных украинцев. Вижу, как обычные российские мамы прощаются с обычными российскими сыновьями и желают им удачи с обычными российскими военными преступлениями. Вижу, как обычные россияне радуются убийством», — отметил Ландсбергис. «Обычная Россия больна», — заключил он. «Исцеление будет очень длительным и болезненным процессом, который может начаться только тогда, когда Россия, не только Путин, потерпит поражение. Без поражения в Украине Россия только продолжит расширяться», — написал министр иностранных дел Литвы, завершив трет лозунгом «Слава Украине». «Победа Украины очень важна», — подчеркивает освобожденный в результате обмена российский оппозиционер Илья Яшин. «Ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы Украину сдали Путину», — сказал он в интервью агентства Reuters в Кёльне. Я рассматриваю то, что происходит сейчас на Украине, как борьбу между добром и злом, как борьбу противостояния между свободой и тиранией, между прогрессом и мракобесием. Это глобальное противостояние, которое происходит сегодня в мире. И фронт проходит, к сожалению, через Украину. Вот так сложилось, что фронт, горячая линия, проходит через территорию Украины. И мне кажется, очень важно, чтобы этот фронт устоял, чтобы Украину не сдали Путину, чтобы западные страны, какая бы ни была конъюнктура, как бы не менялся состав правительств, как бы не менялись таблички в кабинетах, не сдавали Украину Путину. Потому что если Путин сожрет Украину, если Путину будет позволено сожрать Украину, то Путин обязательно пойдет дальше. В этом нет никаких сомнений. Российский оппозиционный политик Илья Яшин. Напомню, ранее на пресс-конференции он подчеркнул, как важно сейчас не забывать о многочисленных политзаключенных, не попавших в обмен и остающихся в российских тюрьмах просто из-за своей антивоенной позиции. Один из таких активистов, музыкант Павел Кушнир, скончался на прошлой неделе в СИЗО Биробиджана в результате сухой голодовки. Как рассказала издание «Медиазона», мать Павла Ирина Левина, следователь сказал, что ее сыну пытались помочь. Они говорят, что были капельницы, и они его как-то пытались поддерживать, но, видимо, этого оказалось недостаточно, рассказала Левина. По ее словам, скоро тело Кушнира должны переправить на родину, в Тамбов. О задержании музыканта в Биробиджане сообщил три месяца назад связанный с силовиками телеграм-канал «Оперативные новости». В посте говорилось, что поводом для ареста стал ютуб-канал музыканта всего с четырьмя записями, в которых Павел Кушнир выступал против войны в Украине. Сегодня же российский Минюст пополнил список нежелательных организаций. В реестр попали международный образовательный проект «Education First», он работает в России с середины 90-х, зарегистрированная во Франции Ассамблея народов Кавказа и объединение антивоенных россиян в Польше «Остмост». Что конкретно стало причиной внесения в список в каждом случае, неизвестно. Ярослава Великая – так называют украинцы, завоевавшую в минувшие выходные золото чемпионку мира по прыжкам в высоту Ярославу Могучих. Ее коллега Ирина Герасченко получила бронзовую медаль в этой же дисциплине. Еще одну бронзу выиграл Михаил Кохан в метании молота. Эта медаль для всей страны сказала Могучих после победы в Париже и поблагодарила военных и волонтеров, которые защищают Украину. Кстати, Ярослава, похоже, вошла и в золотой фонд мемов этой Олимпиады. Спортсменка попала в объектив фотографа, когда прилегла вздремнуть перед выступлением. «Мне бы такой уровень спокойствия», – писали в соцсетях украинцы. Ну а до этого поводом для радости стала очередная победа саблистки Ольги Харлан. Женская команда в финале турнира по фехтованию на саблях принесла Украине первое золото, рассказывает украинский спортивный комментатор Вадим Плачинда. Золотой финал, конечно, был очень волнительный, потому что кореянки в полуфинале победили француженок. И как-то, несмотря на оптимизм, было очень волнительно и боязно даже чуть-чуть какие-то прогнозы давать или чего-то ожидать от этого финала. Конечно, огромную роль, ведущую роль, безусловно, сыграла Ольга Харлан. Кстати, она стала самой титулованной украинкой, победительницей Олимпиад, ну и вообще медалисткой Олимпиад. Теперь у нее шесть наград, две из которых золотые. Обе награды за победу со сборной в командной сабле. Обе золотые и еще четыре награды разного достоинства. Она обошла по этому показателю Яну Клочкову, у которой пять олимпийских наград. И вот она сыграла просто выдающуюся роль в этой победе в финале. Остальные девочки тоже поддержали. Там, в общем, по ходу даже и полуфинала, и финала были очень удачные тренерские замены. В частности, Кроватскую у нас фехтовальщицу заменила дебютантка Олимпиад Бокастова, которая очень здорово отфехтовала. Девочкам нужно было держать уровень, не проигрывать, желательно выигрывать, не проигрывать слишком много. А свои бои, то есть свои дуэли Харлан выиграла с преимуществом, кажется, более десяти уколов. Так что ее роль, ну, абсолютно выдающаяся. И как она сама пошутила в интервью после победы своей, что команды меняются, а Харлан остается. Это, конечно, не от того, что она там слишком много думает о себе, да, может показаться. И она пользуется огромным уважением и в команде, и в стране вообще. И, в общем, когда людей, когда даже журналистов просят назвать самого выдающегося олимпийца за всю историю Украины, вот не сговаривая, сходятся у нас на Харлан. Как эту медаль восприняли в Украине? С какими эмоциями? Трудно передать эмоции. Приблизительно такие же эмоции, как и победа Усика над Фьюри. Эмоции хорошие, очень трудно передаются. Иногда до слез, иногда до мурашек. Но, в общем, конечно, огромная гордость за то, что именно в командной сабле вот так объединились девочки. И также одна из журналисток украинских сказала, ну, как можно победить нацию, у которой есть такие девушки? Украинский спортивный комментатор Вадим Плачинда. Добавлю, в понедельник украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебро олимпийских игр в упражнениях на параллельных брусьях. На этом заканчиваем наш выпуск. И, как всегда, я призываю вас подписаться на наш подкаст в Apple подкастах и порекомендовать его друзьям. Нас можно слушать на сайте «Голоса Америки» и в приложении «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху. До встречи!